Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру по названию Зубы, и сегодня будем играть за Генри, но также, ребятки, сейчас мы кое-что откроем. Да, в общем, если вкратце, к нам в игру завезли новые сундуки. Как же их посмотреть вообще? Они... Блин, только что было, я скипнул. Ладно, заходим в магазин, сейчас покажу. Сейчас покажу. В общем, не, не покажу. Так, ну где-то подождите, их можно было посмотреть. Я просто не хочу вам показывать непосредственно уже их в самой игре, но, короче, сейчас я долистаю до конца. Вроде бы здесь где-то можно посмотреть в описании лиги. Хотя вот можно уже, наверное, здесь. Вот. Ну, короче, на любой лиге можно посмотреть. Вот. Легендарный ресурс это называется. То есть у нас появился новый легендарный сундук. Вот он так вот выглядит. И сейчас мы будем открывать таких 10 штук. Да, я не шучу. 10 штук будем открывать, таких сундуков. Что же он содержит? Он содержит серебряные предметы, кучу монет, как вы заметили, и еще один предмет эпический или уникальный. То есть уникальные предметы наконец-то появились в сундуках. А я напоминаю, это бицепсы, это щитки, да, для приманки ботов, и это, напоминаю, еще феромончики, да? Понимаете, феромончики наконец-то появились в сундуках. А это значит, что? Изи. Изи. В общем, сейчас будем это все открывать. Плюс к нам и завезли манию улучшения, продано одного персонажа. Разорву всего щедрее и щедрее, как бы одного персонажа салава пустают. Не знаю, буду качать зебру не буду, потому что там 15 уровень, а 16-й скидорогой, ну, сложно решиться, пока что, наверное, нет. Ну, может быть, 4 слот, причем не знаю. В общем, все, погнали. Опять же, откуда мне эти сундуки, да? Потому что их в магазине еще нету, кстати. Ну, там вообще, в магазине кстати завезли джейд изумрудную за 7,5 тысяч жетонов по текущему ивенту, ну, в общем. Итак, ребятки, в самом начале делаю вставку в видео. Почему? Потому что это очень важно, и потому что я забыл про это сказать, да. Все-таки что-то я забыл. Видите? Вы получите один из следующих скинов, нефритовая жейд. И мы сейчас его, ребятки, будем получать именно таким способом. Я в видео много чего скажу по поводу этого. Я забыл просто про этот момент. Я хотел про него сказать, но забыл. Ну, вот я вам показываю. Здесь, опять же, на последнем уровне и на первом уровне в премиум пропуске вы можете достать себе нефритовую жейд. Пока что, на текущий момент, это работает. Если у нас, у вас в магазине пропало, если вы не хотите тратить жетоны, то вы можете залутать. 30-й уровень, это 2 200. Без донат, это реально, без премиум пропуска, это реально, я сам брал. Поэтому нефритовая жейд у вас еще доступна. У кого там как раз подходила под этот лимит, поднажмите. Конец недели у нас уже скоро. Поэтому такие дела. Ну, давайте сейчас залутаем. Все ради вас, так сказать. Даже сундучок золотой открываю, когда это не очень нужно. Да. Ну что, погнали смотреть. Выпадет она или нет? Ну, она должна выпасть, да? В любом случае. Ах, не дали. Не дали. Вот душные разрабы. Какие? Ну, сейчас, подождите, может быть, у меня уже в игре за... Да ну, может быть, у меня уже завезли. Сейчас я вам покажу. Итак, ребятки, еще одна вставка, да, вставка после вставки. Короче, берите. Партнерская программа. Все-таки мне разрабы в тот момент начислили. Начислили джейд. И поэтому она пропала с магазина. В будущем, в конце видео, как раз этот момент будет, когда я захочу вам показать джейд. Такие вот дела. Да. Сразу вам говорю. Вот. Вот. Все есть. Все есть. Мы ее посмотрим обязательно. Я найду время, покажу вам все дела. Новый скин на джейд. Изумрудная джейд. Ну, опять же. И это еще вопрос к тому, точнее, ответ к тому, почему у меня за боевой пропуск она не открылась. То есть, если у вас есть боевой пропуск, вы сможете отсюда залутать изумрудную джейд. Понятно? Понятно. Все. Никаких больше, я думаю, вопросов с этим всем нету. Во всем разобрались. Кучу вставок я сделал. Все. Продолжаем видео. Разрабы мне прислали. Видите? Партнерская программа. Все дела. Они прислали сундуки, чтобы я вам показал, что там с них попадает. Поэтому сейчас будем это делать. Надеюсь, они работают будут нормально. Вот так вот и выглядит новый сундук. Ну что ж. Давайте открывать и смотреть, что с него сегодня выпадет. Я надеюсь, что-нибудь уникальное мне додропнется. Фух. Поехали. 6 тысяч монет плюс бонус-лиги. 55 тысяч. Офигеть. Как бы неплохо, да? Уникальный. Смотрите, в каком количестве падают. Жесть. А теперь представьте себе такие сундуки открывать сброс акций. Кстати, интересно, сколько они будут стоить гемов? Они же как бы легендарные, да? Только второго типа. Офигеть. Щитки выпали. Будем эту идтическую рассмотреть. Ну, как смотреть? Я знаю, что она бесполезная. Поэтому не очень хочется ее смотреть. Но то, что выпадает феромоны, это круто. Так, погнали дальше. Ну, сколько тут монет? Блин, да что быть, щитки? Ну, не хочу щитки. Дайте мне феромоны. Или бицуху, ну? А тут покачали змеи феромоны на штурень. Офигеть. На змеи бесполезный феромон у тебя не есть. Так, идем дальше. 5-800. Монет все меньше и меньше дают. Жадины. Ну, бицуха выпала. Офигеть. На пантеру причем. Блин, на феромоны выпали. Было бы офигенно. Но. Сейчас в брусакции нету, поэтому вы сами понимаете, я не могу это все посбрасывать и посмотреть, как оно было бы классно. Ну, что поделать? Хотя бы так, очнем, посмотрим. Так, следующий тундучок. 5-600. А ну, 60 тысяч будет мне? Почему, когда 4-900 показывает, мне падает меньше монет? Когда 5-600 показывает, мне падает... Ой, когда... Короче, когда 4-900, мне упало больше монет. Когда 5-600, мне упало меньше монет. Что за прикол? 45 тысяч бонус лиги. Странно. Так, упали феромоны на черепаха феромоны. Это, конечно, жестко. Офигеть. Зубы вампиры на фей. Будем скоро нагибать через зубы вампира. Кстати, заметьте, не падает почему-то бинт вообще. Хотя он тоже там присутствует. Там же сейчас бинт, у нас тоже уникальный предмет. Но почему-то он не хочет падать. Странно это. Ладно, давайте сейчас открывать. О, смотрите, 5-800. Опа. Вроде бы больше, но как-то маловато. Бомба молота. Кстати, в этот раз вообще ничего не упало хорошего. Офигеть. Один сундук просто пустой. Нормально, нормально. Бомба молота на фей. Это хорошо, потому что персонаж играется через гранату. Я не уверен, что мы будем играть. Вот 5-700. А ну, глянь, несколько монет. Это опять мало. Да что ж такое? Бицуха на краба. Вот это да. Да, вот это, я понимаю, годно будет смотреться. На крабе это прям лютая пушка. Офигеть. Скоро будем все это смотреть на персонажах. О, 6-120. А ну-ка. 55 тысяч. Ну, неплохо, неплохо. Бицуха на... О, бак с пицухой. Кайф. Я видел просто баков с пицухой. Это такое. Ну, инструменты на элейн, конечно. Что еще, да? Инструменты, сандалии святого. Лучшее, что можно было придумать. Ну, блин. Бицуха на баке. Это вот этот огромный зверь. 16-го уровня просто ходит. И все. И никого нету. Ну, честно, это так и будет. Надеюсь, он ему еще выпадет, чтобы прокачать бицуху. Было бы очень круто. Так, ну тут ничего нам не упало. Ну, это, скорее всего, один из последних сундуков. Я, правда, не считал их. Ну, и бицуха на орла. Кайф. Кайф. Блин, жалко. О, феромоны, кстати, на Генри выпали еще они. Но тут, блин, тут 4. На 8 уровне их не прокачаю. Ну, и смысла от них, как бы, от 8 тоже не очень много. Главное, что падает это зубы вампиры и гранаты. Потому что это самое полезное, что есть почти у нас в игре. По предметам. Ну, кроме уникальных, да. Ну, и вот он. Скорее всего, последний сундучок. Погнали. Давай, дай мне на бака бицуху еще одну. На лизю. Конечно, кого же еще надо бустить бицуха? Это лизька, конечно. Конечно. Аксолотль, да. Ребятки, именно для вас буду я теперь называть именно так. Все. 10 сундуков открыты. Куча всего залутанного. Кстати, давайте глянем, что у меня на Генри бицуха вроде была. Да. Ну, вот бицуха у меня на Генри была старая, кажись. Но я ее брать не буду, потому что... Вы видите, бинт имбища лютая. Плюс имбища лютая феромона. Тут уже некуда вставлять бицуху. Тут нужно просто пятый слот делать. Возможно, кстати, в будущем он и появится. Но это не точно. Это мое предположение. Даже не информация какая-либо. Ну, в общем, как сказать. Бинты не падают. Косточки не падают. Почему? Я не знаю. Кстати, 100% будем прокачивать зебру Паула на следующий уровень. Блин, копилку открыл. Как не вовремя. Ну, понимаете, у меня просто нету 20 тысяч гемов. Их в ближайшее время не будет. И, как бы, ну, получается, копилка уходит никуда. Обидно. Тут, как бы, 60 на 1000 монет плюс 400 жетонов. За 3К. Ну, в общем, посмотрим. Кстати, я не договорил тогда еще. По поводу ящиков. Вот. Видите? Еще нету. Еще не добавили в игру эти ящики. Ну, как, они добавлены. Только их еще не включили. Мне разрешили записать видео для вас, чтобы показать, что это за ящики. Но зато, зато. Смотрите, что сюда запихнули. А? Я, правда, не знаю, будет ли в боевом пропуске. Джейд такая. За 7500. Как вам? Классный скинчик. Эм. Эм. Игра что-то. Эм. Они убрали. Они убрали. Мою Джейд. Ну, вот такие дела, ребятки. Не делайте так, как я сделаю, иначе. Нет, серьезно, убрали? Серьезно? Да, смотрите, нету. То есть я нажал посмотреть и все. Адьес, Джейд. Хотя. Хотя. У меня есть один вариант, ребятки, который я вам сейчас покажу. Скорее всего, он и случился. Как вы знаете, по партнерской программе нам обычно, ну, всем партнерам зубы начисляют скинчик. Сейчас бюджет найти. И, наверное, мне прямо сейчас его и начислили. Нет, показалось. Я просто потерял скинчик на Джейд. Ну, я надеюсь, после перезахода он восстановится. Очень сильно надеюсь. Либо его только что убрали разработчики, подумали, а зачем они? Типа, зачем добавили в эту штучку? Ну, вот такой вот выглядит. Не знаю, будет ли он в игре. Самой. Ну, то, что его только что убрали, это говорит только о плохом. Кто успел, как говорится, тот получил. Кто не успел, тот не получил. Ну, что, мы сейчас отправимся за Генри нагибать. Вроде как, я ничего не забыл. Я так надеюсь, по крайней мере. Потому что мало ли чего. Командные бои. Веселый Генри с феромончиками. Ну, сейчас будет просто изи-каточки. Ух, как там много всего. Вот эти сундуки, это прямо эпично. Мне очень понравилось. То, что не падает, конечно, бинт, это странно. Наверное, разрабы их не докрутили еще. Скорее всего. Возможно, это круто похоже. Ну, конечно, не хочется, чтобы выпадала косточка. Не хочется, чтобы выпадал этот щиток для ботов, да. Ну, а зачем он? Кому он нужен? Он бесполезный. Хочется, чтобы выпадали бинт, сухо, феромончики и больше ничего. Ну, ладно, бинт еще, да, можно. Ну, вот так вот отжимают у меня легендарный лук. Никсы. Ну, в принципе, чего тут неожиданно. Все по стандарту, как обычно. Ничего нового. Так, тут у нас Лиззи стоит. Я ее не словлю, да? Я ее не словлю. Зато я смогу словить хамелеончика. Вкуснем его и продамажим. Отлично, а что-то им хамелеончиком. Никс наш убежал за Лиззи. Ну, как говорится, без разницы на него. Сейчас мы добьем. Ну, что я ему сказать? Сундучки мне понравились. В принципе, они того стоят, чтобы их открывать. Наверное. Наверное, стоит. А может, не стоит, не знаю. Ну, как по мне, стоит. Потому что это пока что единственный быстрый, ну, реально быстрый халявный способ залутать, как вы видели, кучу всего. Ну, еще один бонус, ребятки, это то, что можно от таких сундуков открывать в акцию, когда с сундуков дополнительно выпадают бицухи, там, храмоны. Если такое будет, ну, то есть, если раза будут снова запускать эту акцию, и можно будет открывать в нее, как промахнуться впритык персонажа. персонажа. Гайд. Просто гайд. Просто гайд. Как промахнуться впритык персонажа. Ту-7. Бьем. Так, надо добить и зебру зебру. Добиваем его. Ну, прилично так пробиваем. Можно поставить просто отхилиться, я не знаю. Мысл спешить у нас, ну, как бы, отсутствует. Поэтому золотом то, что есть, и сейчас отправимся убивать Лиззи, которая уже здесь что-то там делает. Мне главное просто сейчас красиво зайти. Гони там резать, капец. Вот это, конечно, не резать. Жесткий. Жесткий любители порезать. А я, походу, сейчас откинусь здесь. А нет, не откинусь. Нормально. Живем. Нагибаем. Пока что. Да, какие они жесткие, а? Орел, давай, до свидания. Был жесткий, стал не жесткий. Остаться кенгуру. Он сейчас умрет. Ясное дело, у него вариант одет. Он успел резнуть Лиззи. Похилим сейчас дополнительной аптечкой, и как бы на этом все. О, Зёбра бежит. Дерзкий резкий. Блин, гранатка оттолкнула весь. Если бы гранатка не оттолкнула, было бы красивая победка. Так, ну попробуем догнать. Лиззьку добиваем, потому что она тут слишком наглеет. Блин, феромоны ранее активировал, надо чуть похоже. Тогда бы успел. Не знаю, что Зёбра делает, он как-то странно. Ха, ну как он, он все правильно делает, он держит дистанцию, играет, от спины. То есть он убегает, и при этом дамажит, наносит урон. Все, короче, он красиво делает. Но, такое себе. Ему для победы тоже не поможет. Время потянуть, да. Может занять там 6 место. Получается. Ух, немножко неожиданно. С этими сундуками, конечно. Я реально их не ожидал. Ну, конечно, когда выходит новые сундуки, это прикольно. Особенно, когда они легендарные. То есть, это не как бы черный ящик. Вот, кстати, момент. Черный ящик, вы знаете, у нас только за реальную валюту, да, так сказать, за реальные деньги продаются. А будет ли у нас легендарный ящик продаваться за гемы? Тут вот возникают вопросы, сколько гемов он будет стоить. Это тоже вопросик такой. Кстати, Зебра почему-то умер. И вот, походу, этот Никс убил. Ну, 9 фрагов. Имба Генри, сами все видели. Мне почему-то за счет по жетону идет. Ну, по жетону, как это стоит. По ивенту. Это баг типичный, да, который у нас... Кстати, этот баг, он с самого начала ивентов, когда они в январе появились в тестовом режиме. Вот это он до сих пор присутствует у нас в игре. Пауло. Вот, смотрите, они сделали акцию на прокачку и сделали акцию на килейт, да? Убейте 20 противников. 60 противников. 150, серьезно? 150 противников. Понимаете, как это боев? Это... Ну, минимум, это, конечно, боев, наверное, с 15. Это минимум. И это, как я понимаю, за один день нужно убить. То есть, ну, вряд ли за два. Хотя, может, и за два. Тут сложно сказать. Ладно, ребятки. На этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такой сегодня день, вот такой сегодня новый сундучок у нас завезли в игру. Акцию дополнительно тоже завезли. Ну, вроде бы я ничего не забыл. Давайте глянем, джейд у меня появилась или нет. Блин, ну, если мне джейд не дадут... Короче, я все равно вам эту джейд покажу в игре. Если что, на тестовом сервере посмотрим. Тут, в принципе, ничего такого особенного невероятного нет. И, да, она пропала. Я надеюсь, она все-таки после перезахода появится, но если у вас она еще есть, ребятки, и у вас есть жетончики, не скупите, скупите себе джейд скинчик офигенный. Я думаю, будет даже в игре. Посмотрим на него. Такие вот дела. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Ну и ставьте лайки, конечно же. Всем пока-пока.